В аккорде прошла инаугурация Касымжумарта Тукаева. Таким образом, формально второй президент Казахстана официально вступил в должность. Пожалуй, еще нигде в мире передача власти не происходила в таком трагикомическом режиме. Еще только вступив на должность исполняющего обязанности президента Казахстана, Тукаев уже навлек на себя гнев и презрение народа. Первой инициативой и от Тукаева стало переименование Астаны в Нур-Султан. В дальнейшем Тукаев продолжал в том же русле. Слетал в Москву и договорился с Путиным о строительстве атомной станции в Казахстане. Затем сотнями задерживались участники первомайских митингов. Еще более жестокими были репрессии против вышедших на митинги 9 июня. При исполняющем обязанности Тукаеве за какие-то два с лишним месяца тысячи патриотов Казахстана оказались за решеткой, тысячи людей были избиты при задержаниях силовиками Назарбаевского режима. Что касается внезапных и внеочередных выборов президента, назначенных Нур-Султаном Назарбаевым, то они оказались самыми скандальными за всю историю Казахстана. Еще никогда кандидатами в президенты не выдвигались мебель и шесть кукол. Но даже контролируя весь избирательный процесс, все избирательные участки Аккорда умудрилась вляпаться в лужу. Срежиссированные Назарбаевым псевдовыборы Тукаева полностью провалились. Один из назначенных клоунов-кандидатов Амиржан Кусанов неожиданно чуть не вырвал победу у Касамжумарта Тукаева. И только после публичного подлого отказа и признания своего поражения Кусановым Аккорда смогла объявить о победе на выборах Касамжумарта Тукаева. Весь мир видел фарс под названием выборы, организованные Нур-Султаном Назарбаевым. И весь мир выразил свое молчаливое презрение диктаторскому режиму. На инаугурацию, состоявшуюся утром 12 июня, не приехал ни один иностранный гость. Не приехали и не поздравили не только представители западных стран. В Аккорду на инаугурацию Касамжумарта Тукаева не приехали даже дежурные делегации от Владимира Путина и Александра Лукашенко. Не приехали также гости из солнечного Туркменистана и менее солнечной Северной Кореи. Такого провала и такого позора диктаторская клика Назарбаева еще никогда не видела. Тем не менее, вопреки Конституции, нарушая все демократические нормы, с помощью сфальсифицированных и срежиссированных выборов, официально вторым президентом Казахстана стал Касымжумар Тукаев. Что из себя представляет Тукаев и кем он будет управляться, вы видите на этом видео. Назарбаев прекрасно понимал, что на выборы нельзя выдвигать ни свою дочь Даригу, ни своего племянника Самата Абиша. Народ слишком ненавидел не только самого диктатора, но и всех членов его семьи. Поэтому и была выбрана прокладка, ничего не значащая и совершенно ничего не решающая фигура под названием Касымжумар Тукаев. Фигура временная, транзитная. Вполне возможно, что уже в этом году мы услышим очередную шокирующую новость, как ушел из жизни или покинул свой пост по состоянию здоровья Касымжумар Тукаев. В этом случае временно исполняющим обязанности президента Казахстана становится спикер Сената Дарига Назарбаева. Таков сценарий, написанный Нурсултаном Назарбаевым. Сценарий грубый, примитивный и глупый. Транзит власти перешел в завершающую фазу, и только народ Казахстана сможет остановить этот беспредел, организованный бывшим коммунистом и членами его клики. А нам остается только повторить наш главный лозунг. Шалкет. Власть в Казахстане узурпирована. Вас всех, ни Назарбаева, ни Тукаева, никто не избирал. Уходите, пока не вынесли вперед ногами.